Увидели редкий винил на сервере или спалили популярного ютубера? Скорее бегите в группу шпионы CCD Planet и предлагайте свою новость, там вам будут рады. Всем приятного просмотра! Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала. Как всегда ребятки играем на CCD Planet, но не на пятом сервере, а на четвертом. Залетели к одному ютуберу, кстати говоря ссылочку на него я оставлю в описании. Вот его ник на Mercedes и на Bentley, мы непосредственно перейдем к ним чуть попозже. Будем делать ребятки сегодня обзор на автопарк ютубер. Я думаю довольно таки интересно получится, посмотрим что у него вообще за тачки. У него наиграны ребятки 100 с лишним часов. Итак давайте наверное перейдем, посмотрим каждую, оценим вообще что по тюнингу, что по номерам и так далее. Кстати ребят, кстати, запутался. Перед началом еще хотел сказать, что вы можете ребятки отправлять свои заявки на то, чтобы я снял обзор на ваш автопарк. Под каждым видеороликом ребятки я оставляю свою почту деловую, куда вы можете написать свой ник. То есть там нужно написать ребятки свой ник, чтобы я с вами мог связаться, свой ВК, чтобы я с вами мог связаться не в игре соответственно для того, чтобы запланировать. И также вам нужно ребятки, ну описать свой возможно скрин сделать в автопарке, либо просто скрин F3, то есть какие у вас тачки, что у вас интересного есть. Ну и все в принципе, то есть ник в игре, ВК, либо любой другой способ связи. И непосредственно что у вас за автопарк, то есть если у вас там 2-3 машины, это не так будет интересно. То есть нужно либо какой-то большой, либо какой-то болотной. Ну в общем я думаю все поняли о чем речь. Так, давайте возможно может пролетим в Камхаке сегодня, не будем прям бегать около каждой тачки, а чисто вот в Камхаке подлетим в каждой тачке. Кстати говоря, смотрите как он сильно выставил довольно-таки. Здесь написано вот его канал, Мишаня Ченнел. Вот так вот, Мэр соответственно 222, тут стоит Бентли. По бокам 2 Приоры и еще по бокам 2 окушки. Давайте начнем слева направо, вот в этом ряду. У нас стоит такая беленькая окушка, белка на каких-то таких стильных колесах белых. Типа я не знаю, что это за колеса, если честно, но выглядит довольно-таки прикольно. На номерах автору, не шути с тазами, так же номерная рамка. Здесь непосредственно еще стоит тонер и такой беленький цвет. Дальше ребят, у нас идет Приора. Оперс, как я понимаю, полный сток, вторая Приора, спереди бампер. Ну-ка давайте посмотрим сзади. Сзади, я думаю, что так же. Да, сзади соответственно так же, чуть-чуть здесь он конечно прижал, но ничего. Здесь мы можем увидеть в принципе катафото, который разбирается. Второй Приор, и к сожалению, ребятки на CCD не меняются фары на вторую Приору. Это конечно обидно, не знаю почему разработчики это не сделают, чтобы можно было менять полностью ко второй Приори. То есть сюда, как я понимаю, не хватает фары. И по-моему зеркала я там точно не помню. Там по-моему с повторителем, либо это чисто доработка уже идет. Но в общем, можно было бы круто делать во вторую Приору. Я думаю было бы стильно. Здесь соответственно номер GMVC. Это как я у него спросил, он просто сказал, что это номер какого-то другого игрока. Просто я видел, он покупал Приору на именном номере. Возможно она просто дешево продавалась. Также у него стоит номерная рамка Дагестан. Дальше, как я понимаю, это его любимая тачка. Он потому что на ней постоянно катается. Это ребятки 222 новая. Здесь получается, какие обвесы-то у него. Так, подождите, давайте спереди посмотрим. Потому что я не так пока разбираюсь именно в этой тачке. Так, подождите, что-то мы провалились немножечко. В Камхаке не так привычно, конечно, делать обзор, но ничего. Честно говоря, я вот не помню, какой здесь именно стоит обвес. Я думаю, в принципе, кто шарит, тот поймет. Напишите в комментах, какой у него здесь стоит обвес. Потому что я тестировал, там по-моему два можно различных обвеса, либо в стоке оставить. Точно не помню. Здесь, соответственно, у него именной номер, Мишаня. И также стоит широкая рамка. Также, ребятки, непосредственно более-менее новая машинка. Это Bentley Continental, которую не так давно тоже добавили. Тут же также стоит номер, ребятки, именной его Channel. Спонсор ГИБДД. Номерная рамочка. В таком вот матовом исполнении. В темно-сером, наверное, правильно будет сказать. На стоковых катках, да? Как я понимаю, да. А на Мерси здесь, по-моему, стоят другие каточки нестандартные. Что здесь, в принципе, можно посмотреть. Здесь, в принципе, все довольно-таки стандартно. По цветам, с тонировочкой, с албищем, все как положено. Дальше, ребятки, идет Priora. Но Priora необычная. Я думаю... Кстати, вот уже не первый раз встречаю. Я то, что у владельцев таких автопарков... Ну, я обязательно, точнее, неправильно сформулировал. Просто какой раз делаю обзор и частенько встречаю Priora. То есть, первая это оперский стиль. Вторая, ребятки, это AMG стиль. Я не знаю, но чисто на любителей, конечно, здесь, кстати говоря, первая Priora. Вы можете заметить то, что здесь у нее стоят решетка другая, бампер передний другой. И, соответственно, сзади стоит первый бампер у него. Здесь сделано чисто под AMG. Что здесь сделано, ребятки? Я думаю, многие уже заметили. В первую очередь, это фары, ребята. Далее у нас идут диски, соответственно. Я понимаю... А, нет, я почему-то думал, что именно это мерсовские диски. Нет, это диски немножечко другие. Почему-то я сначала подумал, что это мерс-диски. Дальше у нас, соответственно, идут задние фонари. И тут еще идут эти, как его самые... Только что я говорил, боковые зеркала. Также тонер, ребятки, здесь непосредственно в кружок. То есть полностью закатанное солбищем. И этот ряд мы заканчиваем, ребятки, вот такой вот акушечкой, желтенькой. Желток, можно ее даже называть, наверное. Так, на номерах. Сейчас это я сзади подлетел. Здесь не очень-то видно. На номерах. А222, окей. На 55-м регионе. Такая, в каком-то таком, типа, колхозном тюнинге. А, ну, хотя я без зеркала хотел сказать, что без одного зеркала. Не все, в принципе, без одного зеркала. На каких-то здесь фарах. Ну, в общем, обычная такая. Но зато, ребятки, на блатном номере возможно. Кстати говоря, как вот, кто не знает, у меня есть шоу фартовый номерок. Обязательно посмотрите. Где я выбиваю, собственно, акушки. Пытаюсь на разных регионах выбить. Вы пишите свой коммент, я выбиваю. В общем, возможно, он выбил именно таким путем. Я, кстати, если честно, не знаю. Надеюсь, что он, если что, напишет в комменты, поправит точно, как ему досталась эта акушка. Возможно, он на туре ее выбил. Следующий, ребят, ряд. Давайте я его в первую очередь покажу. Вот так вот отличу. Потому что он старался все это дело выставлял. Вот так вот здесь красиво. Не спрашивайте, ребятки, почему здесь КамАЗ. Мы к нему позже вернемся, я думаю, в самом конце. Также здесь стоит Спринтер, Тесла. По бокам Порш, Гольф. И вот здесь, ребятки, вот такая вот картиночка красиво вырисовывается. Посредине два красивых очень Мерса. Ой, фу, блин, Мерса. Два красивых Бэхи. Две красивых Бэхи. Начнем также, я думаю, с левого края. Здесь GTR нас встречает. Тоже в таком матовом черном исполнении. На черных NISMO дисках. Слушай, довольно-таки стильно, прикольно. Но я не знаю, почему он делает именно мат. Мне кажется, что перламутр там или какой-то металлик тот же самый выглядит намного симпатичнее. Ну, то есть это не претензий, ни в коем случае чисто. То есть на вкус и цвет, как говорится. То есть у него довольно-таки много, на самом деле, таких матовых тачек. Не знаю, возможно, хотя нет. Хотел сказать, что это возможно из-за грязи, но тачка, кстати говоря, чуть-чуть она в грязи. То есть первая стадия у нее грязи. По номеру, что здесь можно сказать? Здесь, ребятки, номер стоит неплохой. Все говоря, здесь сеточка стоит на номере. Три девяточки, точнее даже получается пять девяток. То есть, о, три девятки XX на 99-м регионе. Выглядит довольно-таки стильно. Сюда бы еще до фулл блата не хватает, конечно, еще одного X и был бы прям вообще топчик. Ладно, перейдем, ребятки, к следующей тачке. Кстати говоря, она мне очень нравится. У него даже, по-моему, есть отдельное видео, посвященное этой тачке. Она выглядит довольно-таки прикольно, необычно, нестандартно. Например, не как все привыкли видеть X5M на CCD. То есть она в таком прикольненьком виниле довольно-таки. Не знаю, поставил я бы себе его или нет, но выглядит довольно-таки стильно. То есть на него нужно, мне кажется, решиться, чтобы он как-то понравился, да. Но он мне вот нравится, какая-то тачка не у меня. Вот если я бы купил, наверное, тачку, я бы, наверное, не рискнул. Хотя мне на самом деле винил очень даже симпатизирует. Возможно, на некоторое время я бы его поставил, а потом, например, убрал. Даже не знаю. Здесь, ребятки, нас встречает Full Blood номер, без, кстати, флаговый. SSS 222 на 74 регионе. Слушайте, бэшка довольно-таки стильная. Дисочки здесь стоят BBS-ки, кстати, как ни странно. Не знаю, почему именно эти диски, но окей. Что здесь еще можно сказать? В принципе, такой стильный бумер, необычный. Самое главное, мне нравятся катачки не как у всех делают. Например, тоже вот я не всегда так могу сделать. То есть я как-то... То есть есть определенное понимание у людей тюнинга, например, на бэху. Они там делают, например, постоянно такой плюс-минус там меняют только цвета и диски какие-то разные. Ну вот такое вот выглядит довольно-таки нестандартное. Мне кажется, заслуживает лайка. Ребята, напишите в комментах, нравится вам эта бэха или нет. Следующая бэшка, ребятки, как я понимаю, это М4, если не ошибаюсь. Вроде бы как. Здесь, кстати, прикольная рамка стоит. Мама, прячьте дочек. Номер обычный, коз, 770 на 77-м регионе. Еще бы одну семерочку. Был бы полублат, было бы прикольно. Здесь дисочки стоят какие-то, по-моему, 5 Эйнштайн они называются, нет? Ну-ка, нет, это ХРЕ Перформанта. Вот это вот перепутала немножечко. Что здесь можно сказать? Также эта бэшка недавно добавили. Вот, я здесь не пойму. Он немножко приезжал. И я вот не понимаю. По-моему, вот эти как раз-таки фонари задние, которые разгораются, очень даже симпатично. Тут непосредственно еще складывается крыша, когда, думаю, многие заметили здесь по шву на крыше. Тоже недавно ввели эту тачку. Она довольно-таки крутая. Выглядит она довольно-таки сочно. Также передние фары, по-моему, которые такие плавно разжигающиеся. Мне очень нравится. Также здесь винил, видите, такой в стиле М-ки. То есть здесь на капоте, здесь по бокам. Как я понимаю, на этом боку тоже, да. Все. Так, следующие, ребятки, тачка. В этом ряду она у нас заканчивает этот ряд. Это AMG GT, если не ошибаюсь. По-моему, да. Потому что там есть GTS, GTR, по-моему, даже есть. То есть, ну, в общем, будем говорить AMG GT. Mercedes AMG GT. Так, я думаю, будет правильно. Что по нему можно сказать? По-моему, если не ошибаюсь, он в полном стоке. Я даже не знаю, как эта тачка тюнингуется. Если честно, он не заезжал на ней даже в тюнинг ни разу. Ну, в общем, вы сами можете оценить, что здесь по ней. Она, по-моему, даже она, видите, даже не посажена. Ничего не... То есть, прям такая джип. Рамочка здесь стоит CD-планета. Хоть не видел такую рамку ни разу. И номерок здесь, ребятки, украинский. K5533MM. Ну, такой, знаете, даже, наверное, полублатом его не назовешь. Чисто, я думаю, в коллекцию один украинский номерок. Почему бы и нет? Окей, в принципе, с этим рядом все. Все, перейдем, вот, ребятки, вот к этой вот семерочке. Посмотрим, точнее, подождите. Семерка же это или нет, или пятерка? Я забыл, когда они отличаются. Не, у него именно она сделана под пятерку. Я не забыл, просто сразу не увидел. То есть, решетка, если выше, решетка в фар, то есть, заходит на капот. Я понимаю, это семерка. У него сделана под пятерку. Да, вроде бы так. Что-то я залагал, блин. Позорище. Не знаю, как выглядит пятерка, как выглядит семерка. Не, на самом деле, я знаю. Что по ней можно сказать? Она на посадочке, ребят, у нас. Она у нас на штампах, на тонировочке, в белом таком исполнении. Также здесь стоят бампера. Что здесь еще из такого необычного? Ну, в принципе, обычная такая, знаете, стандартная пацанская пятерка, как я понимаю, в тонере, с салбищем даже, да, по-моему. А, не, кстати говоря, смотрите, то есть, закатные такие, вот реально пацанская такая, думаю, часто в городе, если вы молодой пацан встречаете, или даже, возможно, у ваших друзей есть такая тачка, которая закатана, то есть, обычно закатывает пацаны как по бокам, но и лбища, конечно, редко кто тонирует, но есть такие, конечно же, экземпляры, кто рискует и тонирует лбища, потому что боковушки все-таки можно содрать успеть. Ну, это, я думаю, кто шарит, тот поймет. Дальше, ребята, у нас такая вот грязная работяга, я понимаю, она не очень часто работает, даже нет времени ее толком сполоснуть, поэтому она у нас в снегу сейчас находится, это Tesla Кибертрак, кстати говоря, на каком-то винильчике. Что здесь? По дискам все стандартно, и, как я понимаю, здесь стоит номерок T220MA797, номерок обычный, ничего в нем такого нет. Так, смотрите, что-то в салон залетел. Он на ней чисто работает, соответственно, на работе Tesla, где перевозить нужно дизельные генераторы. Все, что, давайте перейдем дальше, давайте перейдем вот к этому Golf, уже относительно, точнее, как, да, относительно, недавно его добавили в обновлении 3.7.2, если не ошибаюсь, он называется. В таком вот беленьком цвете здесь стоят каточки, если не ошибаюсь, опять же, сток. Довольно-таки, кстати, стильно выглядит, мне кажется, прям, ну, то есть здесь настроечка такая грамотная. Сзади стоит диффузор, двойной выхлоп, GTI, Volkswagen Golf. Блин, на самом деле классно выглядит, двухдверное купе, прям, горячий хэтчбэк такой, ну, на самом деле, симпатичный. Передняя губа, смотрите, какая большая, то есть чисто такой, знаете, стрит-стайл, то есть чисто вот по городу наваливать, исполнять и так далее. Выглядит довольно-таки прикольно. Так, и у нас, ребятки, заканчивает партию легковушек, вот такой вот красивый паршак, номерах, кстати говоря, АУЕ-37 на 18-м регионе. Слушайте, тоже довольно-таки стильный, правда, немножко грязноватый, но ничего страшного. Здесь стоят такие вот дисочки симпатичные. Также стоят, как они называются, здесь, фу, опять что-то, я сегодня такие простые слова забываю, стоят тормоза, барабаны, фу, какие барабаны, дисковые тормоза. Здесь стоят не стоковые, как я понимаю, тоже поставил перфорированные. И также тачка заказанная, ребятки, с олбищем. Соговорим, он все время, я сегодня обращаю внимание, но он все время здесь стоит и танцует, на самом деле угарно выглядит, что по кайфу-то и делает, как говорится. Так, все, переходим, ребятки, к последним двум тачкам. Это у нас, ребятки, идет Мэр-спринтер, я думаю, все его также узнают, такая работяга, кто, ну, кто работает часто, я думаю, знает вот эту особенно тачку и вот эту вот теслу. Это потому, что основные, я думаю, работы на CCD. Номер здесь K182RU на 77, номер обычный, стоят такие стильные тапочки на ней, такая в белом цвете, в принципе, в стандартном. Вот ее бы в черный цвет, мне кажется, выглядело бы вообще прикольно, но он сделал, я понимаю, более такой стиль маршрутки, то есть маршрутки все, как вы знаете, они в белом цвете. Ну, в черном было бы такая, не знаю, типа как ФСО или что-то угол того, но типа как относится к администрации, там всякая охрана ездит. Ну, в общем, я такие просто видел спринтеры, выглядит на самом деле прикольно. И, ребятки, завершаем вот этой необычной тачке в автопарке. Не у каждого, конечно же, ее встретишь. Это, ребятки, обычный, просто самый обычный КАМАЗ на обычном номере R174TH на 197. Просто обычный, как я у него спросил, он сказал, ребятки, я сделал эту тачку под драк для контента. Не знаю, что у него получилось, и сходите, перейдите, посмотрите. Я думаю, что-нибудь прикольное, да, у него получилось. Все, ребят, в принципе, весь автопарк посмотрели, такой, ну, небольшой относительно, да, конечно, по сравнению с моим автопарком, он довольно-таки большой, потому что у меня всего лишь две машины, но, ребятка, у него около 16 или около 15 тачек, давайте даже посчитаем. В первом ряду у нас получается 6, потом 4, 10, 12, 14, 15, 16. Да, ребят, 16 машин. 16 точно машин, получается, довольно-таки прикольных, разных, разнообразных есть, так как и дорогие модели, например, вот эти вот передние две, так же вот там за GTM, то есть есть и, например, обычные такие, как Priora, окушки, тот же, та же самая пятерка. Есть такие необычные машины, как Sprinter, так же, как и КАМАЗ. Ну, в общем, такой разнообразный парк, знаете, нестандартный, я бы сказал. Все, ребят, на этом будем заканчивать. Обязательно, ребятки, ставьте лайки, не забывайте так же подписываться, у кого кнопочка подписаться горит красным цветом, сделайте ее обязательно серым. И так же, ребятки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь они выходят каждый день. Все, ребят, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok